Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И сейчас мы поговорим о 15-й предпоследней главе первого послания апостола Павла к Коринфянам. В 15-й главе, уже завершая свое послание, Павел напоминает своему читателю то, что для него самого, для апостола наиболее важно. И вот он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли. По-видимому, для него важно, он хочет, чтобы его читатели понимали в кратком виде главное, суть. По-видимому, конечно же, апостол свидетельствовал о Христе, рассказывал о проповедях и чудесах и притчах Господа Иисуса Христа, о событиях его жизни, все это, само собой разумеется. Но для него во всем этом есть некоторая суть, центр, квинтэссенция. Вот об этом он говорит. Хочу напомнить вам то Евангелие, которое я благовествовал, суть того, о чем я вам рассказывал. И вот, собственно, поэтому для нас важно увидеть эту суть, постараться проследить за тем, что Павел пункт за пунктом перечисляет, как самое важное. И так, говорит он, я передал вам то же, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши. Вот, оказывается, что для апостола Павла самое существенное. Ни что-нибудь другое. Ну, знаете, тут можно бесконечно перечислять ни то, ни то, ни то, ни это. Вот, лучше посмотреть содержательно. Павел говорит, самое главное, что вот Господь Иисус Христос умер за наши грехи. То, что Он умер, был, возлюбил нас даже до смерти, и смерти крестной. То, что Он умер за грехи наши, не свои и не чьи-то, наши. То, что вот это именно Христос. Вот для Павла в этой фразе буквально сконцентрировано, сосредоточено все самое главное. То, что Христос умер за грехи наши. Он говорит дальше по Писанию. По-видимому, для него тоже важно открытое ему самому Павлу видение, понимание того, как Слово Божие готовило людей, предваряло эту смерть Христову за нас в откровении пророков, в том, что делал Бог в человеческой истории до воплощения, и что он был погребен, воскрес третий день, явился Кифе. Таким образом, речь идет не о идее Сына Божьего, не о каких-то событиях мифических, подлежащих толкованию аки легенды, а о том, что реально произошло с реальным конкретным человеком, который умер на кресте за наши грехи, был погребен, воскрес третий день, и его видел Кифа. Явился Кифе, а потом двенадцати. И дальше Павел там перечисляет, и некоторым братьям, из которых многие живы, некоторые уже умерли, и, наконец, мне. Таким образом, для Павла следующим, вторым важным пунктом является то, что первое, Христос умер за грехи наши, второе, это именно тот самый Иисус, тот конкретный человек, который пострадал при Понтии и Пилате, как выражает ту же самую мысль наш с вами символ веры. И потом он и являлся многим, и Петру, и Двенадцати, и в конце самому Павлу, и Иакову перед этим. Дальше Павел снова отвлекается в каком-то смысле от своего дискурса, говорит, что я наименьший из апостолов, благодатью Божией есть то, что я есть. Потом говорит, ну ладно, не это важно, важно, что мы так проповедуем, и те апостолы, и эти, и я, что он умер за грехи наши, это был именно Иисус, и он воскрес, и он воскрес. Все то, что дальше думает Павел о Боге, то, во что он верит, то, о чем он свидетельствует, скажем говоря, что в нем обитала вся полнота божества телесно, то, что здесь, в этом послании, Павел пишет, что в вашей трапезе, в вашей вечере Господней, когда вы это делаете, вы его смерть возвещаете, доколе он приедет. Вот это все вытекает, вытекает из этого центрального события, смерти, воскресения Иисуса Христа. И именно Иисуса Христа, никого-нибудь другого. Для Павла во всей этой истории спасения Иисуса невозможно никем заменить. Понимаете? Никем невозможно заменить. Если не он в центре нашей веры, нашей жизни, нашей любви, то этого ничего нет. И дальше апостол именно это пытается объяснить своему читателю. Знаете, современные исследователи, те, кто читают, пытаются толковать эту часть 15 главы с 12 стиха и даже дальше до 34 свидетельствуют о том, что очень трудно проследить логику апостола в этом фрагменте. И она, по-видимому, была понятна для его читателей в первом столетии, не совсем понятна для нас. Но тем не менее, судя по тексту, потому что апостол говорит, получается вот что. Для него то, что Иисус воскрес, это вообще самое центральное, то, что делает осмысленным все остальное. Поэтому он говорит, как это говорится, что нет воскресения? Что же, ну, Христос воскрес, значит, есть воскресение. Раз воскрес Христос, значит, и мы в Боге воскреснем. А если воскресения нету, значит, говорит он, Христос не воскрес, немножко тут как бы как заедающая пластинка. И тогда вы все еще во грехах ваших, и тогда вы погибли. Меняет, с точки зрения Павла, вообще все, то, что Христос воскрес, то, что он пожертвовал ради нас, за нас, за наши грехи своей жизнью, отдав ее нам. Но жизнь Божья в Иисусе победила, оказалась сильнее нашей смерти человеческой, сильнее греха. И таким образом, то, что должно было бы окончательно отделить нас от Бога, убийство Сына Божьего, поскольку Иисус воскрес, говорит Павел, это стало для нас новой надеждой, это стало для нас новой встречей с Богом. Вот. А если это не так, если не воскрес Христос, то все разваливается. И умершие тогда погибли, и вы тогда в вере пытаетесь жить зря, и вера ваша тщетна. Вот, что, собственно, для апостола здесь важно. Далее, с 20 стиха апостол еще одну мысль пытается сформулировать для своего читателя, тоже о воскресении мертвых. Он говорит о том, что это воскресение Иисуса изменяет всю природу человека. Он говорит, как водами все умирают, так во Христе все оживут. Христос первый, потом Христовы в пришествии его. И тогда, говорит апостол, истребится последний враг. Таким образом, он предлагает читателю увидеть в воскресении Христовом победу Бога над всем хаосом, распадом в этом мире. И самое главное, над последним врагом смертью, над тем, что отлучает нас от Отца Небесного, потому что все, как выражается Павел, он покорил под ноги его. Христос воскрес из мертвых, говорит апостол, и поэтому мы все в нашей человеческой природе оказываемся причастны к этому воскресению, если только мы Христовы. Здесь тоже важно понимать, что апостол различает вот что. Природе Адама мы причастны по природе, так сказать, генетически. И, соответственно, согрешение и смерть Адама. Природе Христа мы не присоединяемся автоматически, а тогда, когда мы Христовы. Поэтому во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первым Христос, потом Христовы. И поэтому следует для апостола вывод, ваша вера, вера Коринфян не тщетна. Далее он говорит о последних временах, о том, что в этот момент все будет покорено Христу, будет Христос царем, собственно, воскресший Христос, будет царем, но не в земном смысле, а самым главным, владыкой в этом мире, главным, главный смысл и начало жизни. И тогда, говорит апостол, будет Бог все во всем. Вероятно, это распространенная среди христиан первого века формулировка, которая говорит о том, что задумал Бог, наполнить собою все, и будет Бог все во всем. Возможно, это только через воскресение Господа Иисуса Христа. Далее Павел говорит о своей жизни, о жизни других людей, Коринфян в первую очередь, если мертвые совсем не воскресают. Чего мы тогда, ради чего мы тогда ежедневно подвергаемся бедствиям? Отрезвитесь, не грешите. Таким образом, апостол пытается сказать, что все, что мы делаем, если Христос не воскрес, не имеет никакого смысла. Кроме того, в 29 стихе есть некоторое странное, смутительное, даже, я бы сказал, для современного читателя слова, потому что апостол без обвинения говорит о таком феномене крестящиеся для мертвых. Что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые не воскресли, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего мы подвергаемся бедствиям? Насколько можно судить с большим трудом? Речь идет о том, что люди совершали некое действие, скорее всего, в молитве, ради того, чтобы обозначить перед Богом, перед Церковью вступление в Новый Завет тех людей, которые не успели сделать это при жизни, родных, близких, знакомых, что вероятно и называется крестящиеся для мертвых. В нашей сегодняшней реальности это, скорее всего, подающие записки об усопших. Хотя есть, конечно, разница, но, тем не менее, интенция сопоставима, интенция человека живого принести Богу молитву о человеке уже умершем, чтобы этот умерший не был Богом отторгнут, чтобы встреча с ним после смерти была возможной. Вот апостол Павел говорит об этой практике, хоть и модифицированной, но существующей в христианской среде во все времена, как об еще одной вещи, которая имеет смысл только в случае воскресения Христова. И, наконец, последняя часть 15 главы, но тоже, надо сказать, довольно трудная для понимания, в которой апостол пользуется идеями, образами и терминами, для его времени по-видимому понятными, а для нас скорее совсем непонятными и обросшими разными псевдомистическими толкованиями. С 35 стиха апостол по-другому рассказывает о реальности воскресения, о вере в реальность, он сказал выше, о том, что это вообще центр самое главное, то, что Иисус воскрес, теперь он пытается объяснить, что он думает о реальности воскресения, о том, как это бывает. Он говорит о том, что вот наша сегодняшняя жизнь в нашем теле с нашей личностью, которая в этом теле обитает, которой это тело принадлежит, ну, вот это такое зерно, которое сеется в землю и восстает что-то совершенно другое. Апостол пользуется здесь этим очень и очень богатым образом. При этом надо помнить, что он прибегает к трехчастной антропологической модели, к представлению о том, что есть дух, дух, душа, тело, ну, и, соответственно, там, за каждым из этих слов что-то стоит, что-то видит. Люди, хотя строгого определения того, что они за этими словами видят, дать практически невозможно. Тем не менее, апостол говорит о том, что, ну, вот, посмотрите, все тела разные, все разные, там, у рыб одни, у птиц другие, у скотов третьи, у человека четвертые, все разные, в зависимости от природы. Ну, по крайней мере, для его времени это было нормальное рассуждение, так сказать, с научной точки зрения. Сегодня, конечно, зная о клеточном строении и генетическом коде, мы бы по-другому постарались сформулировать эту мысль. Ну, вот, у Павла она устроена так, все разные, звери, птицы, рыбы, люди, все это разные природы. И то, что на земле одно, то, что на небе другое, иная слава земных, иное небесных. И вот, говорит апостол, когда ты сеешь, ты сеешь не тело будущее, а голое зерно, и с ним нечто происходит, оно меняется, появляется какое-то совершенно другое тело, а это все умирает. Сеется в тлении, восстает в нетлении, вот, что для него важно. Апостол говорит о том, что сегодняшнее человеческое тело, оно в уничижении, в немощи, в бесславии, и оно душевное, как он выражается, оно, ну, мы бы сказали сейчас, трость ветром колеблемая, это не фундамент, не суть, не ядро человеческой личности, а какие-то более внешние проявления, вот, ну, зависит от того, что мы относим к сфере души, духа, и пользуемся ли вообще этой моделью. На современном языке можно было бы сказать, что есть тело, в котором заправляет психика, а не личность, говорит апостол, в сущности, а потом продолжает, но есть тело, в котором заправляет личность, он это называет телом духовным, он это называет, так сказать, духом квинтэссенции человеческой природы, вот это, говорит он, важно, сеется, тело немощное, сеется, в смысле, проходит жизнь, умирает и погребается, тело, в котором была немощь, в котором было уничижение, в котором главенствовала психика, если не вовсе эмоциональность, но возвращается что-то другое, восстает в нетлении, тело духовное, в котором определяющим, определяющим является человеческая личность, представлял ли он это себе зрительно, невозможно сказать, но важно, что у него ведь был некоторый опыт, и по его молитве воскресали умершие, ну и, кроме того, он видел воскресшего Иисуса, в первую очередь, самое главное, какое-то у него было представление об этом, вот он пытается так об этом рассказать, и получается, по свидетельству апостола, что с одной стороны, это и та же личность, и в то же время что-то другое, тело в каком-то смысле другое, как он говорит, сеется голое зерно, а восстает что-то другое, какое-то другое тело, но та же самая человеческая природа. Когда мы говорим «Чаю воскресенья мертвых», собственно, речь идет именно об этом, о том, что мы надеемся на воскрешение того же человека, того же человека, в теле каком-то ином, которое никто даже Павел описать не может, но все-таки той же личности, того же духа. И дальше он снова возвращается к тому, что в человеке именно это, его дух, его личность, главное, центральное определяющее. Поэтому он пишет «Первый человек из земли перстный, второй Господь с неба», потому что именно эта личность, этот дух Божий способна к соединению, к отношениям, к диалогу с воскресшим Христом. И еще добавляет апостол, скажу вам, братья, что плодь и кровь не могут наследовать царствие Божьего и тление, не наследует ни тление. Таким образом, что подразумевает Павел здесь под разнообразными телами, и как это соотносится с тем, что сеется в тлении, сказать совершенно невозможно. У него по-видимому какой-то такой сложный, не вписывающийся в человеческие слова опыт воскресения мертвых. И еще под конец он говорит, не все мы умрем, но все изменимся, говоря о какой-то такой перемене человеческой природы, который всех нас облекает в не тление, делает существами живущими в Царстве Небесном перед лицом Божьим. Для самого Павла здесь важна не техническая, так сказать, или биотехнологическая сторона дела, а то, что человеческая смерть побеждена воскресением Иисуса. Поэтому он и цитирует здесь пророк Восию, говоря, смерть где твоя жало, ад где твоя победа. И поэтому говорит он, братья мои возлюбленные, всегда преуспевайте в деле Господнем. Он призывает своего читателя трудиться для того, чтобы удержаться в этой любви Христовой, в этой любви, которую рождает в человеческом сердце Дух Святой, потому что это и есть победа Христа над нашей смертью. Редактор субтитров Редактор субтитров